Мы отремонтировали уличную дорожную щель. В данном случае это была дорога на Кукуевку, которая вызывала обеспокоенность несногорцев, потому что длительное время не подвергалась ремонту. Также были выполнены ремонтные работы в шестом микрорайоне, на придомовой территории, на уличной дорожной сети. Даже такие мелкие виды работ, как поднятие колодцов, ливнестоков, это все входило в объем этой работы. Также благоустраивались детские площадки возле нашего храма. Мы отреставрировали две площадки полностью с нуля. Вот эти площадки как раз были построены в рамках реализации этой программы. Также производился ремонт игровых форм. В данном случае, в результате голосования у нас было порядка 10 адрес слов, где мы ремонтировали существующие площадки. Также, соответственно, стали урны, скамейки, парковые зоны на остановочных павильонах. Также производились работы в школах, в садиках. Допустим, в четвертой школе там ремонтировался актовый зал. В третьей школе ремонтировалась входная группа. Первая школа ремонтировалась кровля. Вторая школа у нас был отремонтирован спортивный зал. Была произведена замена окон. 2020 год. Мы объем и перечный работ сформируем, наверное, уже ближе к весне. Пойдем по этому же принципу. Спират проведем онлайн голосование. Учтем все пожелания и предпочтения наших лесногорцев. Ну и, соответственно, при финансовой поддержке Смоленской атомной станции мы приступим к реализации данной программы. Потому что эта программа на территории муниципалитета уже реализовалась в третий год. Она зарекомендовала себе очень успешно. И мы на достигнутых результатах останавливаться не собираемся. У нас в этом году средства были выделены. На связи с тем, что процедура согласования СМЕД заняла очень длительный период времени и в дальнейшем, когда нам средства уже в распоряжении губернатора были выделены, мы поняли, что до конца текущего года мы не сможем реализовать данный проект. Тем более, что на заре уже наступала осень, а это конкурсные процедуры. И, соответственно, определенные виды работ, как капитальный ремонт крови в этих трех садах, эти работы запланировали, мы не стали рисковать. По согласованию с губернатором Смоленской области Алексеем Ильичем Островским, мы попросили перенести сроки на 2020 год. Соответственно, эта договоренность была выполнена. И в 2020 год, вот, если уже входим, уже, как сказать, подготовленная. Там же еще был один маленький нюанс. Ведь мало того, что деньги область нам выделила, но на условиях софинансирования, а это 7%. Как-никак, если брать в рублях, это порядка 3 миллионов рублей. Необходимо было еще найти эти средства. Я обратился в адрес генерального директора концерта «Росэнергоатом» Андрея Юрьевича Петрова с просьбой о выделении этих средств для софинансирования данного проекта. Тоже заняло определенное время. Сейчас деньги к нам поступили. Они находятся в комитете образования, вот эти 7%. И наступает 2020 год в новом распоряжении губернатора. Средства также будут выделены. Мы проводим все конкурсные процедуры и приступаем к работе. В рамках программы «Комфортная городская среда» благоустроилась общественная территория, это городской пляж, и три придомовых территории. Это 7-й микрорайон, дома номер 1, 2, 1-й микрорайон, дом номер 1, 3-й микрорайон, дома номер 2, 3. Работы там завершены на придомовой территории. Подрядчиком выступал ДЭП-44, город Рослов. Оценить качество и комфорт жителей тех домов, я думаю, уже смогли. Там стало гораздо уютнее, просторнее. Соответственно, мы постарались, помимо ремонта или расширения парковок, замены асфальтобетонного покрытия, установки урн, скамеек, еще и ремонтировали малые игровые формы на тех адресах, где она находится. Ну и, соответственно, понятно, что меняли и уличное освещение, то есть лампы, которые находятся над подъездами жилых домов. В части, касающейся городского пляжа, нас, конечно, подрядчик подвел. Он работал на двух объектах, на «Звезде» и на городском пляже. Но, тем не менее, все работы мы завершили 15 декабря. И пляж готов к эксплуатации. Мы уже сейчас видим работу по подготовке и участию в конкурсе на 2020 год. Департамент профильный уже определил предварительное финансирование. Мы знаем, сколько это будет стоить. Но желающих принять участие стало гораздо больше. Вот что мне нравится, если мы в 2018 году начинали, население так настороженно все это дело воспринимало, в этом году уже, так более, так сказать, повеселее, то вот на 2020 год у нас поступило порядка 10 заявок. Все они были рассмотрены и приняты на общественном совете, запущены в работу. В основном это первый и второй микрорайон. Сейчас у нас пройдут процедуры согласования проверки СМИ в департаменте. Но в любом случае, эта работа займет до марта месяца. Потому что, понимаете, что по всей территории Смоленской области реализуются эти проекты. И пока профильный департамент проверит соответствие документации, уходит определенное время. Мы сейчас активно готовимся принять участие в следующем году в конкурсе «Малые города». Куратор проекта от муниципалитета у нас Новиков Александрович. Он же у нас входит в 100 городских лидеров при поддержке агентства стратегических инициатив. Конкурс, который стартовал у нас в прошлом году. И вот мы в этом году довольно-таки принимаем участие. И сейчас архитектурное бюро М4, это город Москва, активно разрабатывает дизайн-проект для того, чтобы мы могли принять участие и победить. Этот проект состоялся благодаря нашему депутату областной думы Михаилу Васильевичу Лосенко. Так как он является куратором, идейным вдохновителем этого проекта, все, что там сделано, начиная с апреля месяца по сегодняшний день, это заслуга Михаила Васильевича. В части, касающейся финансирования, здесь большую работу и помощь оказал генеральный директор концерна «Руссенарберат» Андрей Юнальевич Петров. То есть финансовая поддержка концерна колоссальная. И там работы в плане благоустройства еще не закончены. Мы еще планируем построить, вести восклотацию «Вечный огонь». Экспозиции в музее в ближайшее время должны пополниться экспонатами боевой техники. Объем работ колоссальный. Сейчас на территории Российской Федерации реализуется национальный проект. Национальный проект реализуется в составе регионального проекта, в котором, соответственно, участвует и город Десногорск. В части, касающейся национального проекта «Комфортная городская среда», там федеральное финансирование, регион, ну и, соответственно, муниципалитетам. Небольшое. В части, касающейся строительства автомобильных дорог, здесь мы тоже собираемся принять участие. У нас есть пятый микрорайон, в котором, к сожалению, дома, когда построили, дороги есть, но не грунтовые. А по проекту там должны быть и пешеходные дорожки, и асфальтобетонное покрытие. Мы вот сейчас этот проект подняли, заявили с департаментом, надеялись, что и там будут определенные финансирования, для того, чтобы можно было до конца реализовать то строительство, которое у нас было в пятом микрорайоне. История с автовокзалом у нас длилась чуть больше года, это с августа 2018-го, наверное. В конечном итоге мы договорились с конкурсным управляющим, которым назначен ПТП, о том, что 25 декабря текущего года мы заключаем договор на 11 месяцев на безвозмездное пользование автовокзалом. Поэтому сейчас проведен ряд мероприятий в плане реанимации этого здания, а на свиду вроде целое и все хорошо. Но проблем там было очень много, начиная с забитых санузлов, электрикой, ну и многими другими вещами. Мы все это дело посмотрели, оценили, вот что-то уже сделали для того, чтобы его можно было запускать в работу. Провели определенную работу по изысканию и привлечению денежных средств для того, чтобы вокзал мог функционировать. Поэтому посмотрим, как он будет востребован и что с этим делать дальше. Потому что, вы же понимаете прекрасно, это имущество не муниципальное, а принадлежит частному предприятию. Сейчас параллельно с этим проводится работа по оценке здания автовокзала с последующей его продажи. Поэтому в части, касающейся непосредственно выкупа в казну, об этом мы еще будем, как говорится, говорить. История, которая у нас разворачивалась в плоскости правоохранительной системы, мы разбирались через следственные комитеты, через прокуратуру, через арбитражные суды. Там история еще не закончилась, но, к сожалению, сроки, время накладывают определенный отпечаток. Но, тем не менее, мы решили эту проблему таким способом, для того, чтобы вокзал смог работать. Скейт-площадка Скейт-площадка, она также реализовывалась по инициативе граждан. Если вспомнить, так сказать, наверное, год 17-й, когда очень активно в социальных сетях в Розисогорске критиковали муниципалитет о том, что вот все последнее забрали, детям кататься негде. А данная площадка находилась как раз в шестом микрорайоне. Понятно, что прошло там более пяти лет, формы пришли в негодность. Ну и, сказать честно, место расположения площадки было довольно-таки неудачным, потому что жилой массив, я понимаю, что катаемся на роликах, определенный шум. И для многих наших лесногорцев вызывало как раздражение. И вот когда мы подумали, а где же ее сделать, так, чтобы было всем удобно, ну и, соответственно, с дальнейшей перспективой развития, мы остановились вот на территории ФОКа, где посмотрели там небольшой кусочек земли. И вот эта площадочка, она довольно-таки органично вписалась. А реализовалась она в рамках конкурса фонда АТР, опять же, при поддержке концерна Росэнергоатом. Осенью мы ее открыли, правда, с небольшим опозданием. Подрядчик нас подвел с поставкой оборудования. Ну, там срок задержки был, как говорится, небольшой. Но, тем не менее, место получилось довольно-таки уютное. В плане площадок для выгула собак, то есть не просто забором там огородить, и на этом все закончится, да, как у нас есть две площадки во втором и четвертом микрорайоне. Вот. Мы надеемся, наверное, все-таки создать инфраструктуру, параллельно проводить информационную воспитательную работу в рамках выполнения правил благоустройства с населением. Вот. То есть вот в таком ключе, я думаю, что нам необходимо работать. А в части, касающейся безнадзорных животных, здесь тоже есть свои нюансы, подводные камни. Но, тем не менее, мы стараемся этот вопрос тоже держать на контроле. У нас в рамках муниципального задания службы благоустройства этим вопросом занимаются. Ну, не в том формате, что сотрудники отлавливают, у них нет на это полномочий. А путем проведения конкурсных процедур в город должна прийти специализированная организация для того, чтобы этих собак можно было отловить безнадзора. Но и опять же тут у нас законодательство меняется. Теперь же как? Собачку отловили, стерилизовали, чип повесили и отпустили ее гулять. Вот не я придумал. И вот мы буквально на прошлой неделе проводили расширенное совещание. И наш был руководитель ветеринарной службы, санэпидемиадзора, служба благоустройства. Сейчас мы готовим комплексный план для профилактики, в том числе и бешенства на территории муниципалитета. Поэтому вот все вот эти нюансы, которые у нас в нашей работе, да, мы все это дело постараемся учесть и применить на практике. Все, что делает муниципалитет в данном случае, это все направлено на благо Десногорца. Поверьте мне, ничего не будет сделано так, чтобы город устал от этого плохо. Да, в муниципалитете создана рабочая группа, повторяюсь, рабочая группа, которая рассматривает эти вопросы совместно. И со Смоленской атомной станции, и с депутатским корпусом, и с профильными департаментами, для того, чтобы принять единственное правильное решение. Поэтому, когда мы определимся окончательно, как это будет выглядеть, и что мы с этим будем делать, мы обязательно в порядке, проинформируем нашу общественность, здесь никто не собирается делать что-то там в тихушку. Поэтому направлено все только на благо, повторюсь.